Приветствую всех друзей, вы на канале Shadow Real Play, меня зовут Дмитрий, друзья, мы с вами снова в Уконге, смотрю вот на небо, один в один как в Silent Hill ремейке, только побыстрее здесь тучки бегут, а так очень-очень даже похоже, ладно, такое же мрачное и страшное. Так, мы остановились с вами возле секретного прохода, в который с вами попадаем и попадаем в новую локацию, здесь я можно пробегу, прекрасно, здесь я можно пробегу этих ребят, другая кнопка, просто у меня ускорение, я просто играю сразу в несколько игр на геймпаде, и у меня в каждой игре разная кнопка ускорения, поэтому вот так бывает, что за мной нет, никто не пошел, странные какие-то. Ну что, входим, куда нам тут бык открыл проход, сам потом умер, давай, что-то ледяное. Лучше отойти, как по мне, льдом по голове снег в башку попадет, ну ты знаешь, наверное, или нет, ты точно не знаешь. Все, такой проходик, да? Да. Я думал, он меня перенесет, засосет, нет, это просто часть вот этой лак... Я просто смотрю, кто-то свет включил, как под лампой. Аж это, хлебнул. Ладно, сохранение мы восстановим, нашу бутылку. Хотя можно и зеленым чем-нибудь восстановить. Так это просто арена с боссом, наверное. А он сидит уже какой-то, смотрите, внизу. На четырех лапах. Ну он сидит, смотрите. Чем-то делает. Светло здесь, это не я уже, кстати, пошел. Вау, какая, не пойми что. Так там мужик какой-то сидел, а тут телепорт. Слышите, там реально кто-то сидел. Ну ладно, мы еще сюда вернуться сможем. Вот теперь телепорт, а да и тот, кто там был. Может, не надо было поговорить? Может, квестодатель какой? Кто-то что узнал, что он затащит с центра-то. Ну ладно. Не, в принципе, сейчас можем дойти до алтаря и вернуться обратно. Наверное, так и сделаем. Может, реально какой-то квест там должен был дать алтарь. Какой алтарь нафиг тебя перенесли, пещеры Бешуй? Даже телепорта нет. Где ж там был-то? Ладно. Ну вот, уже ребят начали появляться. Привет. Пока. Как раз восстановим. Опять геймпад сбился. Собака. Какой кнопкой это хоть? Вот этой, по-моему. Все никак не починит. Так, внимание. Хорош. Хреносит. Поллинии как-то не было. Ладно, 20%. Но все равно. Все равно же неприятно. Так, это я где? Телепорт будет? Там мужика надо проверить. Вот это сложный парень, да. Мы знаем. Так, и сосед же у нас готов, да? А прикольно заморозка, когда на всех сразу. Сразу двое уходят спать. Можно одного добить, потом спокойно пойти второго добить. Семикратно очищена пилюля сердечного огня. Воу. Слушай, этот телепорт походу и не будет. Сказал я и появился телепорт. Не, там боссы уже. Это 100% боссы. Пошли посмотрим, что там сидело. Давай воскурим. Млаговоние. Вернемся назад. Интересно, назад меня затащат каким способом. Лекарство новое, но рецепт взяли. Все-таки секретная локация, как-никак. Вот это семикратно очищенная пилюля. Обнуляет время перезарядки всех заклинаний. Прикольно. Так, давайте меня обратно. Скрытое место. Это первое. Яма очищения. Это я тут. А мне надо огненное поле, прохладный склон. Сюда-си. Давай. Если, конечно, там не закрылось. Будет весело, если закрылось. Опять льдом покрылось. Тогда мы не увидим, кто там сидит. И что он там сидит, если у нас секретная область здесь? Кто это? Что это? Вот это интересно. Ну, давай еще раз пробежимся. Закрыто? Открыто. Нормально. Только не подходить тогда к этому. Центральной статуе. Обязать тогда налево со всех ног. Ты далеко бежать еще. Я вот тут думал, будет. Ну, тут и так был босс. В принципе, тележка тоже босс, да? Мы его довольно легко убили. Вот тут фонарь кто-то включает сверху. А ну, давай налево. Кто там сидел? Туда не ходи направо. А ну, давай. А тут уже никого. А нет, есть кто-то. Здрасте. А вы кто? Бык какой-то. О, жаба! Друзья, еще одна жаба. Пятая уже у нас по счету. Мы их уже набили с вами. Очень много штук. Так, слышите, босса засунули. Так, хова. Да, ну, конечно. Дедушка. Он всегда зависает первый раз. Это такое, знаете, недоразумение, не жаба. Ничего особенного у нее нет. Головастик, материалы. Все, что ли? Портреты обновлены. Это пятая жаба. Мы в каждой главе находили. Но так их, конечно, еще не засовывали за секретным проходом. Ее, кстати, можно было очень легко пропустить. Интересно, меня второй раз затащат, не? Наверное, второй... Не, должны затащить. Конечно, должны. А если ты не активировал теле... А, так ты назад не вернешься. Должны затащить. Не, не должны затаскивать. Абсолютно не должны затаскивать. Ты что, назад вернулся как-то? Назад вернулся только через телепорт можно. Надо. Все тогда понятно. Давай посчитаем, кому мы там с вами нашли. В пятый раз уже. По-моему, ее сородичи были посильнее. Так, журнал. Жабу нашли. Вождя и персонажи? Все, серьезно. Так. Ну, а ну. О, последний. В этой главе. Ну, кроме двух пропущенных. Бао-Лан-Лан. Но они не пропущены. Не могут быть там, где лисица побежала туда. Яркие оттенки... Подождите. Яркие оттенки алого сияют. Величественно возвышаясь. Мощь являют. Ищет место для прохлады и покоя. Выпуская огонь, трюк показывает свой. Здесь снова нужно рассказать о Даусе. Ищущем лягушек. Когда его доставили обратно в храм желтого цветка, Даусы лечили от ран. Никто не задавал ему вопроса. Все предполагали, что он пришел, чтобы стать учеником. Поэтому о нем заботились с особым вниманием. Находясь в храме, Даус наблюдал за практиками других. Самостоятельно обучаясь, он освоил несколько техник. Таких как удар метеора и прыжок жеребца. Тысячеглазый Даус наставник, услышав рассказы Дауса о его путешествиях, признал его сообразительность и смелость. И решил взять его в ученики. Потрясенный такой честью, Даус немедленно преклонил колени и признал наставника. Однако той же ночью он тихо собрал свои вещи и покинул храм, продолжив свой поиск редчайших лягушек в мире. На следующий день, когда наставнику сообщили о его уходе, он рассмеялся и сказал, у него маленькие амбиции и он не связан условностями. Действительно уникальный человек. Даус продолжил свое путешествие и прибыл к огнедышащей горе. У подножия прохладного склона он встретил большую огненную красную лягушку. Они собирались вступить в бой, когда из пещеры за склоном появился фиолетовый льво-пес. Этот фиолетовый зверь был чрезвычайно агрессивен. Увидев их рядом со своей пещерой, он бросился прямо на них. Даус сначала испугался его присутствия, но большая лягушка отбросила зверя спасаемую жизнь. Разозлившись на вмешательство лягушки, фиолетовый зверь повернулся, чтобы атаковать ее. Лягушка открыла рот и, сделав глоток, выпустила струю огня, заставив зверя отступить на несколько шагов. Воспользовавшись моментом, Даус применил все недавно выученные техники, удар метеора и прыжок жеребца против зверя. Увидев, что они объединились, зверь убежал обратно в пещеру. Даус последовал за ним в пещеру и обнаружил, что внутри было удивительно прохладно, что резко контрастировало с палящей жарой огнедышей горы. Вскоре лягушка тоже запрыгнула в пещеру и спряталась в тенистом углу. Даус понял, что хотя лягушка могла дышать огнем, ее природа заставляла ее бояться горной жары. И пещера была тем прохладным местом, где она искала отдых. Даже этот Ягуай желал жить. С этим неожиданным пониманием Даус почувствовал прилив сострадания и отказался от мысли убить его. Он вложил меч в ножны и покинул пещеру. Все. А что за персонаж? Тут что-то персонажей пропущено куча. Что за персонажа? Боец с белым топором. А, это же прошлый бык наш, который погиб. С топором в руке страж мощь свою являет, не страшаясь труда и бед. С врагов своих смело сражает, желает горного покоя, опасность он встречает. До последнего света долг свой исполняет. Светлый полдень, оплод времен года. Прекрасно, вот это боевой дух, который я хочу видеть. Воскликнул князь с головой быка, сидя в главном лагере на вершине утеса и, наблюдая за тренировкой быков гуаев внизу. Рядом с ним стоял боец с белым топором и докладывал «Мой князь, только такая мощная армия достойна вашей величественного присутствия». Князь с головой быка одобрительно кивнул и сказал «Ты хорошо справился, молодой капитан». Посмотрев на бойца с белым топором, он добродушно добавил «Ты не так давно под моим командованием, но уже сумел так хорошо натренировать этот смешанный отряд. Это превзошло все мои ожидания». Боец с белым топором скромно ответил «Когда я впервые прибыл и увидел, как хорошо организовано владение князя, я был не менее удивлен. Осознав, что мог сказать что-то не то, он быстро извинился, я хотел сказать. Князь с головой быка громко рассмеялся, не беспокойся. Хорошо организованное владение — это все благодаря госпоже, а ее строгие правила держат этих болванов в узде». Боец с белым топором тоже засмеялся, действительно. Сначала меня поразил ее строгие правила. Видев ее прямоту, князь с головой быка похвалил «Ты хорошо управляешь войсками, я назначу тебя своим авангардом». Боец с белым топором быстро опустился на колени. «Спасибо, мой князь, за повышение. Я буду служить вам с преданностью». В этот момент раздался голос «Отец, зачем ты меня звал?». Боец с белым топором поднял голову и увидел, как к ним приближается юноша с красной кожей. «Я позвал тебя, чтобы ты увидел, как собирать и командовать войсками. Это мой новозначенный авангард. Подойди и познакомься с ним». Юноша похлопал бойца с белым топором по плечу и улыбнулся. «Очень хорошо. Если мой отец доверяет тебе, значит, ты способный. Когда я стану князем, ты будешь моим генералом». Князь с головой быка захлопал ладоши и рассмеялся. «Какие амбиции? Будущее этого владения будет зависеть от тебя». Юноша задумался на мгновение и сказал, «Отец, почему бы не доверить мне тот предмет?» Лицо князя с головой было быка омрачилось, и он не ответил. «Отец, ты доверяешь мне владения?» Продолжил юноша. «Так почему бы тебе не доверить мне простой предмет? С тех пор, как ты его получил, ты стал выглядеть более знеможденный. Мать очень беспокоится». Князь с головой быка отмахнулся, не упоминая об этом больше. Юноша, хотя и была задача, не хотел ослушаться отца и неохотно ушел. Это столько еще персонажей у нас не найдено еще. Или они еще по сюжету потом появятся? Ладно, здесь вроде бы ничего больше нет. Пошли отсюда, обратно на гору. И телепортируемся назад в нужную нам область. Интересно, я не могу новый посох построить? Не нашел я еще детальку нужную? Во, тут прям как переключитель света какой-то. С белого на желтый. С теплого на холодный. Ну да, там же холод, правильно? Вот поэтому такой свет. А куда это я пришел? А, вот сюда. Горо, мужики. И девчонки, если там были. Так, ну ладно. Значит, меня не тронут пока я тут? Я хотел... Ладно, давай переместимся нафиг отсюда. Ты сейчас точно прибежит и забьет меня. Давай на яму очищения. Там посмотрю уже, когда телепортируюсь. Ты сейчас реально прибегут. Все, жаб мы убили всех. Это секретное, походу. Потому что ее спрятали лучше всего за секретным барьером. Только так поставили странно. Слева. Потому что можно ее не заменить. Хочется, что силуэт был виден. Так. Что я хотел? А, посмотреть не могу ли я создать посох. Изготовить оружие. Вот этот. Да? Не, не хватает кристалла огня Самадхи. Он с босса выпадает. Вот когда он будет, тогда конец всем. Мы два только нашли. И то недавно, судя по всему. Ладно, тут два спуска. Один, правда, не спуск. Да, и то не спуск. Куда пойдем? И сюда. Локация не маленькая. Как мы заметили, да? Я думал, он будет с одной арены состоять. Ну вот, наверное, если я сюда прыгну, то, собственно, и начнется. Ну, давай еще с той стороны зайдем. Все-таки тут арена, да, она и есть основная. Хотя там дальше проход, по-моему. А, проход дальше есть еще. Да не, 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 не один здесь будет у нас противник. Так, судя по всему. Вот дверь какая-то. Они завалены. О, медитация. Последняя. Друзья, последняя медитация. Поздравляю нас. Не зря сюда зашли. Ну, последняя в этой главе. Я имею в виду. У нас есть еще не найдены медитации. В этой главе четвертая, как раз спрятанная в секретной локации. А вон там что-то есть дырки с видами. Ну, одну искру накинули нам. Прохода нету. Ну, можем сюда упасть. О, а мы можем сюда упасть? Не можем мы сюда упасть. Как бы нам этого не хотелось. Хотя в некоторых главах мы падали, разбивались насмерть. Почему так все сделано? Тут даже спуск есть. Ну, нельзя сюда спуститься. Почему так сделано, непонятно. Самый большой вопрос. В Фаучей, например, локации мы разбивались только так. Здесь нельзя. Даже сюда... Ну, да, ты сюда... Хотя там синяя что-то. Не, нельзя. Все. Как прыгай и не прыгай, все равно ты не упадешь. Ну, ладно. Разминаем пальцы. Чем-то тут драться надо. Падай. Ну, кто тут на меня? Давай. Выходи. Во! Шапка даже слетела с меня. Я снял шляпу, кто бы ты ни был. О, нет. Только не мячик. Ха-ха. Мы же с ним... Мы же с ним уже встречались. Видал эту монахнатую морду, а проказница? Да это бразина уродливее меня. А, это не мячик. Это те, кто мячик крутили. Ты так чему говоришь, проказница? Господа поставила нас охранять. Ход, они мордой разглядывают. Ты совершенно права. О-о-о. Схождение. Опять два босса. Давайте женщину сначала. Не забьем. Привет. Она что-то совсем не двигается. Нет, его не трогай. Не, его бей. Если будешь бить... Если будешь бить двоих, никого не убьешь. Ее бей. О, она сообразила, да. Что это может закончиться флота? Шарик? Слушайте, объединяется. Ты посмотри. Да хорэ. У меня хорошая реакция. С детства. Была. До этого момента. А он мало бьет. Мало бьет. Мало бьет уроном. Ты так не хочешь сделать, надо бы все равно. Нормально. Давай, давай, работай. Да где она? О, давай, давай, давай. Не, к ней не давай. Не попали. Тоже не попали. Не, парами драться, ты, конечно, хорошо. Где мой кабан? Друг мой. Да иди нафиг. Не, на тебя надо. Тут, правда, сценарий по-другому. Я вижу, показан. Давай. Крепец, пари работают. Теперь она закопалась. Ну а, жива? Я иду, тетка. Привет. Добро пожаловать в наш говеный мир обратно. Опять спряталась. Слышите, нормальная схема защиты. Не, мужик, ну ты задолбал, ну честно. Нельзя. Отлично. Ой, хорошо. Не туда, правда, но тоже неплохо. А, ну давай. Класс, все просрал. Энергии нет. Да, по сценарию, видите, она... Она не выходит. И сразу прячется. Ладно, мужика надо бить. По сценарию нельзя. Ее первую. Я уже не вижу. Этого нельзя заморозить, оказывается. Сбивает всегда, говню. Я не знаю, китай скоро. Переведите, что вы там переговариваете. Прекрасно промазал. Теперь он спрятался. Замечательно. Едер, тогда вас буду бить. Добей. Вот это бить надо. Одного льдули. Один остался. Пей. Даже два раза пей. Блин, не увернешься. Ого. Не дает выпить. Отлично. Только не попал. Блин, зато со своим тазиком вонючим. Задолбал, козел. Хорошо попал. Не увлекайся. Не увлекайся. Вон, ему это и нужно было. Элитный Ягуай. Блажаница ори. Фух, напряженный бой был с этими тазиками. Не понял. А, я думал он сейчас опять встанет. Частица золотого дерева. Не она ли в нее нужна была для крафта, нет? Портреты обновлены. У-у-у. Хо-хо-хо. Ничего себе, такой бой. Высосали всю бутылку и всю магнатию. Это парочка. Дай прочитаем, кто это был. Места медитации 100% здесь у нас. Ура. Сошествие возношения. Значит, еще один будет отсюда же. Красавица с чудовищем венчается. С рогами и клыками обман сладкий скрывается. В объятиях любви они пара одна. В тумане кружатся, много жизней пленят сполна. Эту историю рассказал министр Сюй. Много лет назад Сюй, недовольный строгим соблюдением приличий своей жены и ее холодностью, спальню взял себе в наложницу огненную красавицу. Эта наложница обладала ужасным характером. Часто командовала Сюем и не проявляла никакого уважения к хозяйке дома. Если кто-то пытался уговорить ее соблюдать манеры неприличия, она смеялась и проклинала их, пока они не уходили в позоре. Однако, Сюй это казалось забавным, и он всем ей потакал, балуя ее своей любовью. Однажды Сюй возвращался в столицу, чтобы отчитаться о своих обязанностях, опасаясь нападения бандитов на их карету. Он нанял большую лодку, чтобы перевезти свою семью, слуг и имущество обратно в столицу. В ту ночь на лодке внезапно раздались звуки борьбы. Оказалось, что Ягуай пробрался на борт под покровом темноты. Вскоре появился устрашающий образ рогами и зубами, как у пилы. Он носил изорванную ткань вокруг талии, держал в левой руке щит в форме горшка и размахивал железным кнутом в правой. Словно глядя на всех, Сюй и его жена дрожали от страха, но наложница стояла прямо и бесстрашно, громко ругая Ягуая за его грубость. Ягуай на мгновение опешил, затем вздохнул и сказал, даже в человеческом облике ты так высокомерна, ты действительно одна из нас, Якши. Наложница разразилась смехом и сказала, чепуха, я собиралась поиграть еще немного, но теперь ты все испортил. Ладно, давай убьем их всех и уйдем вместе. С этими словами она превратилась в существо идентичное Ягуаю. Сюй наконец понял, что привел Ягуаю в свой дом. Когда два Ягуая уже собирались убить всю ее семью, раздался женский голос. Хотя ваше королевство пало и вы были вынуждены искать убежище на востоке, вы не должны вести себя так грубо. Почему бы вам не последовать за мною в горы для практики? Когда два Ягуаю уже были готовы сопротивляться на нас лодки, спустилась женщина, держа в руках драгоценный веер. С мощным взмахом веера она обездвижила их на ветру. После этого ужасающего опыта, Сюй больше никогда не осмелился брать себе наложницу. Понятно. Так, ну все, вот этот шарик нас преследовал на протяжении этой главы. Давил. Постоянно нас. Так, отсюда же я не могу выбраться, сохраниться, правильно? Хотя, может, и мог. Ну, должно же быть еще одно сохранение, кажется, да? Я просто без, без всего. И сейчас еще допил последнее, что было. Где я? Узнал бы, где я. А где я? В Яме? Чем не два разрешили упасть? Обычно не разрешают. Здесь же, пожалуйста. А он куда делся? Вверх улетел. На крыше, что ли? Тут что-то есть. Пилюля. У меня что-то маны нету. Отлично. Диковинки. Поясная цепь. Ты посмотри, какой подвижный. О, есть сохранение. Все нормально. Так, где-то тут что-то было. Пилюльку верните мне. От пилюльки не откажусь. Давно не было. Повысьте мне здоровье. Чудо-десящая пилюля очищена повелителем Лао из дворца Туши. Это значительно увеличит максимальный запас выносливости. Выносливость пошла вперед. Здоровье отстает у нас. Как бы вручную не пришлось качать. А это чего? Ничего. Блин, огромная локация очередная, да? Я вижу, вижу сейчас одним глазком сюда. Ага. Бескрайние просторы. Но сюда упасть, наверное, нельзя. Может и можно. Так, второй телепортчик есть. Кучища врагов ходит впереди. Так, развитие. Давай развитие. Не, подожди. Изготовить оружие не могу. Я не тот взял предмет. Нет, я взял... Частицу золотого дерева. У нас их шесть. А вот кристалл огня Самадхи не берется. А вот частица выпала. Ну, наверное, Самадхи точно с царей только падает. Ладно, будем собирать. Ладно, будем собирать. Развитие. Будем ждать, вернее. Ничего не остается больше. Развитие. Развитие, развитие. Давайте атаку увеличим чуть-чуть. Будем бить чуть-чуть сильнее. Отлично, ты отдохнул, да? Смотри, сейчас сману у нас, беда. А как это называется место? Пещера в глубине. Понял. Яму очищения мы уже прошли. Пошли тогда в пещеру в глубине. Ого, народу. Еще и в конце какой-то хрен. Видать, элитный. Тоже страж. Четыре человека. Забивай хотя бы одного. Добил. Посмотри, как они его защищают. Ого, толкнул. Мне один раз только тебе припечатать. Ты не сюда же. Отлично. Один со сч... А, они оба со счета. Они все сюда уже идут. Вот это я сделал. Мне куда бежать. А где я вообще? Беги, блин. Сюда они точно не залезут. Ну что, получается. О, тот телепортировался обратно. Ну, это хорошо. Этот хорошо, что ушел обратно. Нам он не нужен здесь в толпе. Все, щит ушел. Хорош. Хорош. Чуть не умер, блин. Все, его растолкал. Внимание, еще один. Застрял. Я помогу. Не волнуйся. Поясная цепь. Это вторая уже такая же. Надо посмотреть, что это за поясная цепь. Гигант остался он только у нас. Так, вторая поясная цепь. Ну глянь, что дают. Две одинаковые, да? Немного усиливает атаку. Ну, немного мы и так усилили атаку. О, идет, да? Подожди, сундук. А как он на меня среагировал? Может, очень далеко он находится. Железный рог князя с головой быка. Небесная лента. Малость не то. Мне самадхи нужна. Самадхи. Средоточие пустоты. Кстати, надо будет съездить. Пришел же ж. Да, это элитное существо. Давайте, ребята. Сейчас и дедушка поможет. Даже встать не дали. Красавцы. И дедушка, и внучки, и все здесь, короче. Все здесь, да. Распинали, запинали. Правда, маны половина ушло. Но это все распинание. Но зато без потерь. Практически не ударил даже ни разу. Ладно, забирай его. Пригодится. Здоровая толку мало. Завалили какие-то дать. Губернатор, понятно. Бык губернатор. На воротах стоял. Вратарь надо было ему давать. Погоняло. А не губернатор. А вон сундук внизу. Значит, нам сюда можно. Так, а это... А это обход. Опять начинается мега развилки. Ну давай сейчас с одним разберемся. Умер, умер. Шикарно. Хорош. Добивай. Щит, щит, щит. Так, вблизи они очень опасные. Отлично. Ну да, это их обойти, наверное, да? Возможность. У тебя нафиг тогда этот лед? Я думал, это развилка. Нет, сюда же ведет дорога. А всем нам вон туда. Подожди, тут сундук. Да нет, а мне нужно. Самадхи мне нужно. А самадхи не дают. А это что за дыра? А, я могу съехать, но не могу забежать сюда. А сюда можно? А сюда нельзя. Сюда нельзя. Все тогда. Нету тут развилки, обман опять. Просто можно было избежать. Просто можно было избежать стычки с этими, вот этими ребятами. Прокатиться на горке, да? Да. Ну ладно. Пошли, заберем зеленое, пойдем дальше. Можно прокатиться на горке. Давай попробуем. Уху! Да, конечно. Оба! Интересно, падение вниз чревато чем? Чревато. Чревато. Наверное, смертен, мне кажется. А, просто об сюда выехал. Вообще ничем не чревато. Просто развилка горки. Ясно. Развлеченница небольшое, хорошо. Да, секретная локация, конечно, великолепна. Тут явно бой будет. Очень напоминает первую локацию, где мы головой били. Помните? В стену. Вот этот, тот именно пятачок. Прямо оттуда взят. Я говорю, говорю, оттуда взят. Ну нападайте, кто тут у нас. Вот тут я, помните, стоял, там мясо было. А здесь вылез... Крыса вылезла отсюда. Самадхи? Пять небесная лента. Да что к вас? Крупица разума. Надо поехать прокачать этот... Что-нибудь. Это тоже здоровье, наверное. А мне сюда разве? Конечно же нет. Ну поехали. Нужно, с вами дороги нет. Нифига себе. Фигоночки сделали. Я же говорю, в платформер превращается. О, прям туда, куда нужно. Спасибо. Спасибо. Третий телепорт. Как называется? Коридор огня и воды. Вот так вот. Пещера Бешуй. А что у нас по здоровью? А надо, надо, да. Ладно. Че, в огонь можно? Я думаю. Нельзя. Прям лед и пламя. Почти песнь. Вроде бы все прочитано у нас. Сумка там есть на сумку. О, затащили. Как чувствовал. Ты кто тут у нас? Златоглазый зверь Бешуй. Еще и линию снял. Ну не честно же. Ну не... Ни хрена себе, пол линии уже нет. Зверюга, ты че, блин? Да, дедушки, он хорошо уходит. Хорош урон. По спине его. Ох, он борец у нас. Рэссинг. Гомонись, блин, урод. Ад какой-то ус. Ого, да все горит. Так, мне надо это, защиту. Накинул. От огня. Сбил мне все, гаунюк. Блин, очень сильно... Уж сильно подвижный этот молодой, не молодой зверь. Отлично, прям в морду. Сбил. Окаменение сбил. Вторая фаза не берет в окаменение. Замораживание, как я его называю там. Ладно. Вот уходит прямо от удара. Красавец просто. Ты че творишь? Съел меня. А нет, просто бросил. Ну ладно. Отлично, попался. Иди сюда. Че, забуду бегать от тобой здесь. Буду. А ну дай мне. Не успел. Слушай, ты не сильно бодрый, а? Ты не Селдена, а? А я Селдена. Ну там таких на шашлык обычно. Хорош. Пипец. Ты точно бешеный бешуй. Попал мне. Либо нет. Когда-то я могу защиту от огня снова поставить. Не скоро. Зараза. Иди сюда. Что с тобой? Ох, тебя раскоряючило-то. Это я опять. Скучал? Хорошо, поговорим. Скучал, говорю. Здравствуйте. Вперёк. Эх, не попал, да? Попал. А ну давай вот это. Накинул. Уо-хоу. Прорезал. У меня защита от огня сейчас. Поэтому не пофигу. Пипец, зверьё. Ты чё, козёл? А, ну как шарик, короче. Попал. Нет. Пипец. Один огонь везде. Давай. Отлично. Нет, не вижу. Вставай. Исчезай. Пусть ищет. А вот и я. Это нечестно. И это нечестно. Ну, один удар остался. Ну, ребята. Охренеть. Не могу один удар нанести. Вы шутите или что? Один удар. Спасибо большое. Ох, череда бежал до него. Охренеть. Царь всё-таки, да. Ну-ка, давайте без второго сейчас. Прикиньте, сейчас второй вылезет. Сейчас мы в дырочке у нас. О, у вас тут уютно. Роддом, что ли? Тихо, тихо. Мастер Бейк, это дитя, но что он знает, о доставшемся мне испытаниям. Ой, рогатенький. Хозяин горы опять здесь? Её слово для нас закон. Лоча, это ведь он заставил тебя испить воды из реки матери и младенцу. Ты молчи и больше не говори об этом. Князь знает, почему я вынуждена была испить из реки. Но с тех самых пор я его не видела. Он избегает меня из-за этого. Лоча, твой супруг не станет пятнать тебя подлостью. Он укрыл тебя в пещере и дал стража своего скакуна, зверя Бешу, и ради наставника он принял верное решение. Поклянись, что не скажешь никому ни слова. Если вы правду об этом младенце узнают, моя семья обречена. Там одна проблема, Бешу и помер. Да. Ваш скакун, не бойся. Господин велел мне тайно помогать тебе. Вместе с быком вы будете воспитывать дитя. А когда мальчик возбужает, тот день он станет живым, свидетельством злодеяния на горе Линшан. Ой. Какой ужас. Какой ужас. Прям в камеру. А я же в 3D-шках сижу всегда, понимаете. Страшно. Все, нас вытолкнули отсюда. Значит, это мы с вами с ними встретимся туда, куда леса побежала. Ясно. Меня аккуратно переносит обратно. Только куда, интересно, меня выкинуть сейчас. Вообще, я хочу вернуться обратно, еще раз исследовать эту территорию. Что значит, меня выбросили? У меня есть телепорты сюда. Где это, пилюльку мне там выписать за побои? Что значит, вытолкнули меня? Куда меня вытолкнули? К воротам, получается, опять ледяным, да? Ну, где заходил, туда и вытолкнули. Чего-то долго вытолкивают. Как бы они на какую-то другую главу не затолкнули. Может, это я царя убил? Ха-ха, прикиньте. Да нет, это секретная область. Не может быть и царь. Главы, я имею в виду, главный. Тем более, у нас история еще не закончилась. Ну, куда вытолкнули? Да туда же, возле статуи. Да? Да, возле статуи. Железный рог князя с головой быка. Небесная лента. Мунштук для зверя бешуй. Ну, дайте мне вот это улучшение третье. Тонкая золотая нить не она. Крупица разума не дали. Самадхи не дали. Корзина огня и воды диковинку дали. Все? Ну да, возле этого и вытолкнули, куда заходил. Вот сейчас бы жабу можно было и добить пойти. Но мы ее уже добили. Не, я верну сейчас назад, посмотрю, что там от меня пытаются скрыть. Такие вытолкивания, знаете, со мной не пройдут. Ну, в общем, царь был там, да. Который охранял, собственно, младенца и вот эту дамочку. Еще и царь горы здесь был нами побежденный. Приключение света. Нас зато исцелили полностью. Здорово, все, валяйтесь. Все валяются. Ну, давай меня в секретную локацию. Ишь ты. О, могу изготовить. А, это не то. Коридор огня и воды. Давайте еще раз. Раз такое дело. Так, подождите, если я туда... А, так я побежал и заставка началась. Вот чем. Я не прыгал. То есть, если я сейчас прыгну, чтобы назад можно было вылезти. Надеюсь, они это предусмотрели, что кто-то из любопытных полезет обратно на ту же арену. Ну, если меня, конечно, вытолкнули, нет там пилюли, стоит признать. Я не думаю, что здесь такую подставу сделаю, да? Вот здесь это все началось. А нет, дыра есть куда-то, смотри. А, нет, я спрыгнул. И что я буду делать? А, все. Ха-ха. Ха-ха-ха. А реально, куда дыра ведет? О-о-о. О-о-о. Да посмотрите, сколько тут всего интересного еще. И меня хотели отсюда выкинуть? Винного червя лишить? Так, подождите, это еще какая-то арена. Какого хрена у меня тогда вытолкнули? Смотрите, еще куда-то выхожу. Что я не пойму, где я? Где я? Кто я? А это что? Ну, ладно, туда нельзя. Вниз тоже не падаем. Так вот, еще одна арена. А, мы здесь сражались, так и в обратную сторону иду, да? Что-то я запутался. Вон, я уже замерзать начинаю, если по льду бегаю. Где я? Ну, ладно, давай добежим, куда добежим. О-о-о. Страж какой-то он стоит. Сейчас никакой мысли нет, гея. Кто эти ребята вот стоят? А, ну, тут арена. Ха, а что делать? А как отсюда телепортироваться, если отсюда нет выхода? Вот я про это и говорил. Предусмотрели ли они такой вариант, что я зайду, а не смогу назад вылезти? Ну, у меня здесь путь в один конец. А дальше? Тут два каких-то парня стоят. Сюда типа нельзя. Ну и все, тупик. Вот я про это и говорил. Ну, это же эти самые ворота, в которые мы смотрели. Вот я... Ну, ладно. И... Так отсюда же нет телепорта. Как вы предлагаете мне... И вернуться обратно. Мне просто интересно, как назад вернуться. Ну, кроме как аварийного закрытия игры. А? Вон, в эту дыру мы посмотрели. Пипец. Ну, вот и все. Если, конечно, здесь нету... Какого-то призыва. Ну, тут бой какой-то, наверное, должен был произойти. То есть, что тут два... Ну, наверное, да. Карты нет. А вот это может быть. Нет, я даже подойти не могу к окраинам. Назад же залезть не могу. Только вот сюда чуть-чуть. Меня сразу же сбрасывает обратно. Ну, и как это объясняется? Ну, вот просто интересно. Вот, любопытный, да? Пошел посмотреть на то место, откуда меня телепортировали. Вот я пришел. Отсюда вылезти нельзя. Я же не могу телепортироваться через меню игры. Никак. Никаким способом. Только аварийный выход и заход не пойми где. Ну, возле ближайшего этого, короче. Ну, да. Ладно, давайте сейчас загружусь, выгружусь. Раз такое дело. Раз такой подход, то тогда, да. Попасть сюда могу, а выйти только аварийно закрыть игру. Ха-ха! Это... Это круто. Или тут какая-то хитрость должна быть, о которой... Я не знаю. Применить какой-то предмет, может быть, в круге, да? Ну, что, должно же быть, нет? Что за бред вообще? Ну, как такое вот допускается? Не знаю. Ладно. Аварийно закрываю. Появляемся вот здесь алтаря и сюда больше не ходим. Ну, а стоит отдать должность, что хотя бы сохранение. Есть на алтаре, а не... А не по локационно, когда ты куда-то попадаешь. Пустая локация, да. Забыли просто поставить туда либо стену, чтобы я туда не прошел. Вон в ту дыру. Или куда я там шел. Либо, я не знаю, либо что-то надо опять где-то затригерить, активировать и сюда прийти через 125 лет. Ну, или так. Ну, хорошо, что хотя бы не сделали тупиковую эту. Потому что сохранение одно. Сохрани меня там и все, и мне конец. О, могу изготовить, да? А, нет, могу что-то другое изготовить. До этого я не дособирал. Самадхи. Ну, ладно. Тут что-то могу заизготавливать. А, вон. Что-то открылось у меня. Атака на плюс 15 шанс Крита. Мунштук для зверя Бешуй. 1-1. Частица золотого древа вся уйдет, которую я коплю для другого дела. Угу. Так вот еще есть. А что, можно создать это, не создавая ту? Можно, и здесь можно. Это тоже не создавал. Нафиг он мне нужен? И так можно, конечно. Плюс 15. Ничего не теряем. Но я боюсь потерять вот это. Сколько у меня тут? 4-7. Частица золотого дерева. Найду сейчас самадхи, а не найду потом частицу золотого дерева. А здесь частица золотого дерева 4. Как раз мне одной не будет хватать, если что. Ну, вот как-то так. Поэтому хожу пока что с вот этим. 90-10% крита. А там можно плюс 15 иметь. Ну. Если найдут дерево, сделаю. Если не найду, то не сделаю. Давайте так. Давайте так смотреть на ситуацию. Ладно, изготовить что-то снаряжение еще могу. Шапочка появилась новая. Минус 21 в защите. При приеме лекарств вы получаете больше количества очков в конце. Я вообще не лечусь. Вообще. Не лечусь ни в каком виде. Ну, тут защита плюс 74. Ух, нихрена. При получении урона защита избранного времени усиливается. Небесная лента, тонкая золотая нить, железный рог князя с головой быка. Ого, защита. Конечно. Ты как же это за шапочка придурастенькая? Вот это надо надевать. Вот, вот это наша тема. Вот это наша тема, да. Так я бы хочу выглядеть, да. Неплохо. Это вам не шапочка кунглав. Вот еще у меня появилось. А что у меня появилось? А, вот это целебное появилось, да? Да нет, это давнее. Вот это появилось новое. Я просто не лиснул вперед. Не, она тема. При получении урона защита избранного времени усиливается. Вы не можете выполнить идеальное уклонение, но получаете эффект стойкость, когда у вас остается менее 50. Как это без идеального уклонения жить вообще? Это ж наше все. Но зато стойкость появляется. Идеальное уклонение это мое все. Ладно, сколько лент нужно, расскажите лучше. Три ленты у меня все. Ой, на три предмета хватит. То есть на это, на броню и на ноги, например, да? А тут по одной нужно. На все, на комплект хватит. Ну, давай сделаем, короче. Давай сделаем. Можем шляпу поменять и стойкость не будет, кстати, работать. Как-как. Идеальное уклонение останутся. А шляпу можно надеть другую или что-нибудь. Ну, давай сделаем. Так, есть. Подтверждать, да. Бронику на грудь. А, железный рог князя с головой быка просто не сработал. Ну, ладно, давай. При получении урона защита избранного усиливается. Подтвердил. А на это у нас не хватит быка. Железный рог князя с головой быка. Вот этого. Две штучки мне нужно найти. И когда найдем, тогда сможем сделать. Ленты-то хватает, а вот этого не хватает. Ингредиенты. Ладно. Давай, наверное, свисток с благими пожеланиями слетаем туда. Тут у нас только остаются финальные аккорды в этой главе. Ну, ингредиентов хотелось бы найти нужное количество, чтобы изготовить себе новый посох и новую броню. Хотя насчет отсутствия идеального уклонения у меня есть сомнения. Но оно очень полезное. Во-первых, оно мне восполняет мою линию. Если ты идеально уклонился, я не буду идеально уклоняться. Ну, не знаю. Ладно. А пробую, не понравится, переоденемся обратно. Шляпку одну снимем, и уже у нас будет... Не комплект. А значит, не будет работать вот эта четвертая... Четвертая грань. Здорово. А это кто? А, это алкоголик. Привет. Здорово. Замечательно. Ага. Я думал, уже все. Из своей скромной обители я вижу путь... Да, добро пожаловать. Дай лекарств каких-нибудь. А я все бегу куда-то. В них энергия нашего мира и того, что лежит в говне. Ну, вовне, ладно. Так, смотрите. Небесное лекарство. У меня целых восемь штучек. И у меня проблемы со здоровьем. Давайте сделаем, наверное, прокачечку здоровья. На 30 очей. То, что ману мы нашли. Выносливость нашли, пилюлю. А это не нашли. Вот как раз 30 поможет. Ты давай быстрее уже. Плюс 30 здоровья. О, ну не как хотелось бы. Ну, докачали. И две у меня осталось. Две можно потратить куда угодно. Запас маны не надо. Максим не надо. Защита. Пусть лучше два будет. Может, бросим на, не знаю. На яд, на жар. Вместе с жаром самый лучший. Сопротивление шоку. Все, две пусть будет крупиться разума. Мало ли. Так, а в остальные меты не нужны. Вот он, кто-то появился. И огни горят. Что-то там происходит. То есть, соберу это. Засею следующее. Какая-никакая ферма. Вы точно хотите доставить все семена? Да. От семечки кроста, тоска, к плодам урожая, терпение. Вот верный путь. Ладно, давай. Никогда. А что это загорелось тут все у нас? Да нет, вроде бы все... Не, вот это я подумал, кто-то сидит. Нет, не сидит. Вот тут чье-то место. Вот мы не нашли сюда. Может и нет. И тут чье-то место, мне кажется, где огонь горит. Как поживаешь? По морде хочешь получить в очередной раз, нет? Ты быстро, ну, сдайся сюда. Мой молод справится. Я могу, кстати, улучшить свое снаряжение. А какое мне надо улучшить? А что ты не все мое можешь улучшить? Мне, например, новенькое нужно улучшить. А новенькое ты не хочешь улучшать? Да, это уже все прошлый век. Мне надо сейчасшное. Ладно. А в магазине у тебя нету? Чего мне надо? Че это у тебя? Листья из холодного железа. Песок. Щелк. Крупицы ягуай. Пряжа и дух камня. Да это не камильфо. Это устаревшаяся. А я еще продавать что-то могу. Я уже забыл. Что это можно делать. А зачем, да? Интересно. За 123 штуки. Шелкопрят. Идет. Но паутина, наверное, локация что-то было. На, давай продадим. Да, эти 5 продадим. Эти 2,4 продадим. И эти 52 продадим. Нас уже 2,6 тысяч. Если что-то делать, хватит нам всего и везде. Ладно, бой тебя смысла вызывать нет. Я тебя уже победил. Все. Давайте назад. И идти на финального босса. Я, кстати, не прочитал про этого царя. Сейчас прочитаем еще про царя. Так, чем мы тут понаходили? Во-первых, духи. Все? Нет. А какой же у меня красный? А, вот этот вот. Губернатор. Точно, точно. А, еще ж нашли хрень какую-то. Какая у нас новая? О, корзинку нашли. Дает средний бонус к атаке на время превращения, наносящий урон огнем или холодом. Прикольно. На время превращений. У нас и так там огнем наносят, правда. Ладно, что в сумке нового? Да вот фигня. Монштук для зверя Бешуй. Но это для создания оружия. Ну и журнал. Он сидел на вершине горы, совершенно измотанный, не способный двигаться. Он наблюдал, как зверь Бешуй, хромая, уходил с поля боя. Он подумал. Было окликнуть его, но передумал. Его самый верный скакун был безжалостно изданный им, даже не оглянувшись. Его самое надежное оружие было забрано собственным сыном и выброшено неизвестно куда. Князь с головой быка взглянул на кровавые пятна на своем теле. Его старые раны еще не зажили. А теперь появились новые. Новые навыки огненного жала в этом мальчишке снова улучшились. Сначала, когда мальчик узнал о своем происхождении, он каждый день требовал мести. Напасаясь, что его сын сам себя погубит, князь с головой быка, запер его на некоторое время и поручил зверю Бешуй охранять его. Неожиданно красный ребенок сумел сбежать. И к тому времени, как князь с головой быка прибыл, зверь уже долго преследовал и сражался с ним, оставив мальчика едва живым под своими когтями. Это была вина зверя, что он был так беспощаден, заставив князя серьезно ранить его, чтобы спасти своего сына. Что в этом было неправильно. Но, к счастью, он сдержался достаточно, чтобы позволить безрассудному зверю сохранить жизнь. Но кто мог подумать, что раны мальчишки были поддельными, теперь все изменилось и сын заключил отца в тюрьму. Возмездие, кажется, приходит не от богов, а от людских сердец. Того, кто хотел спасти тебя, ты прогнал. Того, кто хотел убить тебя, ты спас. Знакомый голос эхом раздался из глубины. Да, ты можешь спасти меня, я могу спасти тебя тоже, но кто спасет нас? Голова князя с головой быка снова начала болеть. Ну что, два царя. Ну там, в принципе, и могут быть два царя. Ладно, друзья, все, на этом все. Я думаю, мы закончим. Потому что на финальную битвищу в этой главе мы будем идти с новыми силами огнедышащие. А мне не прохладный склон нужен, мне пепельный перевал 3 нужен, да? Прохладный-то далеко бежать, если наверх. Хотя, путь, в принципе, тот же, но пепельный без... Ну давай, ладно, пепельный. Пепельный без врагов будет, потому что там колесо каталось по этому пути. Там врагов... А, могут и быть. Они что-то появлялись. В принципе, что отсюда бежать, что оттуда бежать. Туда, куда лисица побежала, в том направлении. Я что-то не добежал до телепорта лисичьего крайнего. Может еще и с лисицей заглючить. Вы видите, тут все происходит, да? Пепельный перевал, огненное поле. А куда бежать-то хоть? О! Грибы появились, а их тут не было. А это босс опять появился грибной? Нет, просто гриб вырос. Нет, все нормально. Не, на самом деле, это очень далеко бежать. Сейчас одним глазом посмотрю. Вот здесь враг был. Не, врагов нет. Врагов тоже убрали вместе с колесом. Поэтому нам просто пробежать надо до конца. Не, не вопрос вообще. Все. Никаких проблем не вижу. Просто пробежать по коридору и бежать за лисицей туда, куда она бежит. Все, друзья, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедвилл Плей. Какой я рогатый, да? До встречи в Уконге. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok